здравствуйте друзья покидая солнечный город сан-франциско туманно-солнечный туманно-солнечный город сан-франциско в данный момент больше туманный чем солнечный мы зачитываем вопрос светочка я парень 17 лет из россии в последнее время очень интересуюсь темой переезда в америку и подумал скоро 18 лет доучусь нужно будет искать работу снимать жилье копить на покупку в общем все по стандарту но ведь любом другом месте стране люди делают то же самое смотря на нестабильную ситуацию стране да и вообще в целом на уровень жизни социального развития медицины и образования вижу что разница между российской федерации сша колоссальная хотелось бы услышать ваше мнение стоит ли юном возрасте переезжать в америку и возможно ли это вообще учусь на электрика но склад ума совершенно не технический сам не знаю зачем пошел на него учиться девушка учится на это информационная технология что я написано это что я как понял положительно скажется в случае переезда и поиска работы зато последнее время активно пытаюсь развиваться предпринимательском направлении смотрю онлайн вебинары курсы читаю книги надеюсь открыть свой прибыльный бизнес я слышу что шансы легализоваться есть у многих но для себя я пока так и не понял как мне можно это сделать ведь политическое убежище брак по работе брак по работе по обмену мне не подходит очень хотелось бы услышать вашего совета хороший ли вариант начинать свою жизнь на новом месте и каким способом можно приехать и жить в америке ну что же сказать значит вопрос немножко наивный да то есть мы понимаем что паренек молодой совсем ему девятнадцать лет и он как бы глубоко не разбирался в теме там легализации но но как-то разбирался то есть он легко перечисляет разные способы он правда себя дисквалифицировал там некоторых категориях очень популярно но в частности вот там в политическом убежище он считает что он не ему это не подходит хотя мы догадываемся что подойдет легко но сам по себе вопрос хорошо ли в молодом возрасте я думаю господи да вот чем раньше тем лучше еще самое лучше было бы родиться тут на месте вот ну раз уже не получилось родиться и пять лет тебя не привезли в 12 лет тебя не привезли родители дабы и ты уже вроде как взрослый парень вот 18 лет значит ну значит сам давай и что ж тут сказать конечно 18 лет легче все дается понимаете все таки иммиграция это страна другая язык другой культура другая я честно говоря не очень понимаю где он в 17 лет набрался вот этого как сказать знания он где там разница колоссальная говорит он там где он живет значит там нестабильно но он смотрит нас миша нет нет но я не думаю что только нас смотрит он где-то еще смотрит вот и значит здесь тоже бывает нестабильно понимаете я вам скажу что когда я этот канал вот начинал в том формате в котором он сейчас существует это было всего три с небольшим года назад все вот три с небольшим у нас тут вот все это средства там массовой информации вот там где он живет говорили про кризис говорили про безработицу большую говорили там про хрен знает что а я вот отсюда значит говорю да нет вроде у нас вроде ничего вы понимали что это у нас ничего а где-то может быть безработица было и побольше еще совсем несколько лет назад мы говорили про безработицу 10 так местами 12 процентов потом осталось девять восемь семь шесть сейчас вот до пяти докатилась это же не то что вот всегда бумер поэтому нестабильность ну как бы надо понимать что ты делаешь потому что если ты думаешь что нестабильность там допустим а здесь стабильно нет здесь тоже не стабильно здесь вот так ходит тоже другое дело что нестабильность нестабильность и рознь то есть одно дело когда ты когда стабильная нестабильность когда тебе допустим вот трудно приобрести лицензию для пилотскую чтобы собственный самолет водить спать отбывать такие трудности а бывает что ты не можешь молока купить для ребенка потому что я не знаю твари молока нет то ли денег нет то ли еще чего нет вот конечно разные трудности приходится преодолевать но все-таки значит специальность электрика хорошая специальность я лично хочу сказать что вот в любой стране мира если ты электрик да у тебя кусок хлеба будет еще и маслом намажешь тоже то есть это совсем даже неплохая специальность он почему-то этим занимается хотя она ему как бы выходит что не очень нравится а я не понял что ему нравится ну девушка ему нравится я понимаю что он гуманитарная миссия ну подожди а что он хочет делать вопрос стабильности стабильности мы поняли только то что он не очень любит заниматься электрикой хотя вот учится именно по электрике ну ну хорошо а любишь ты что ты зачем в америку ты едешь чего у тебя за идея такая что ты хочешь добиться ну кроме стабильности ну понятно но ты и дома если ты будешь хорошим электриком дома у тебя будет гораздо больше стабильности чем у плохого электрика вот но но все-таки из-за чего ты иммигрируешь это же такая стрессовая штука это же ну я не знаю подвиг такой жизненный ради чего ты на подвиг идешь какую что у тебя такое вот беспокоит тебя что ты амбразуру иммиграционную своей грудью закрываешь тебе надо куда-то ехать легализоваться ты не знаешь как не знаешь чего ради чего все понимаете вот я этого не услышал то есть вот он говорит я вот сравниваю две страны сравнивает он по источникам которые ему как-то ну понятны близки доступны доступны и вот по этим источникам он говорит да смотри-ка уровень технологии значит незапоставим это правда уровень жизни населения незапоставим это правда его еще не волнуют может быть такие вещи как там демократия свобода там какая-то там еще что-то такое вот вот из этого меню я бы ушел вправо но там места нет нам не мигают вот значит но все-таки и мне лично вот этого не хватило мне не хватило в этом вопросе как маленький ну маленький ну ну подожди вопрос-то взрослый он задает конечно маленький мы же мы же не говорим что он должен как в 30 лет рассуждать я к чему клоню что маленький маленький но он пусть задумается над этим потому что главный вопрос на который он еще не ответил для себя это кто он к чему он стремится ради чего он на этом свете живет понимаешь тогда вопросы вот эти которые сегодня его ну как бы беспокоит но он не знает как решить вот как легализоваться у него отпадет вопрос как легализоваться сразу найдется как легализоваться когда поймет зачем у него потому и нету способа потому что все равно в пока что сказал что у него есть девушка которая найти и я занимается даже ходовая специальность рассчитывать эмигрировать с девушкой и чтобы она устроилась día найти у него специальность же хадавая о чем мы им интересуются. Он семинары смотрит. Да, это духовный номер вообще. Понимаешь? Он смотрит семинары. Если бы он сказал, я интересуюсь предпринимательством, я уже там 4 бизнеса организовал, каждый раз прогорел. Но каждый раз я все больше и больше для себя что-то понимаю. Я бы сказал, вот он парнища, вот он. Понимаешь?